Добрый день, уважаемые зрители! Вы уже догадались, что сегодня мы позвали в студию, вернее не в студию, а в Whisky Rooms, где одинаково удобно и любителям и профессионалам виски. Мы позвали Дмитрия Черкашина, бренд Амбассадора, виски не балвине в России. Спасибо, Дим, что ты приехал и уделил нам время, в общем-то урвал, я бы сказал, время в своем непростом графике и приехал. Ну, спасибо тебе, что ты, во-первых, позвал меня, привет телезрителям. Ты уже около шести лет занимаешься дипломатической работой. В этом ведомстве? Да, уже смело идет восьмой год, как мы работаем с балвине на официальных, так сказать, началах. Я являюсь амбассадором уже с самого начала 2012 года. У меня сразу к тебе каверзный вопрос. Скажи, вот за эти семь лет что-нибудь к худшему изменилось? Если тебе не позволяет корпоративная этика вырошить грязное белье, как бы, в своей компании, то ты расскажи тогда про индустрию в целом. Скажи, что меняется к худшему? Да, если вырошить белье... Все говорят про лучшее, давай скажем, что к худшему. Да, в балвине все меняется к лучшему, естественно. Слушай, друзья, про это сложно говорить. У меня есть такой пост, который я еще, на самом деле, не опубликовал, но я как-нибудь опубликую. И он называется «Загадки дегустаторов». Загадка заключается в том, что я много раз, вот за эти уже почти восемь лет, встречал ситуацию, когда люди что-то дегустировали, какую-то новинку впервые. Говорили, что она странная, ужасная, не стоит своих денег. Проходила там два-три года, эта новинка была снята с продажи. Спустя там еще два-три года, ее цена вырастала там в пять-шесть раз. И те же самые люди, спустя шесть лет, когда встречали меня, говорили, Дмитрий, вот это было раньше виски, вот это было как раньше делали. А эти же люди шесть лет назад могли критиковать вкус, цену этого сорта. Ну, тебе не кажется, что тут очень простая причина? У них раньше был богатый выбор хорошего виски, а сейчас его все меньше и меньше, скажем так. И они вспоминают, что было. Жить надо настоящим, может быть, сейчас отлавливать какие-то интересные экземпляры. Вот, например, для меня, в общем-то, Балвини, ну не будем считать двенадцатилетние, это достаточно эталонный вкус односолдовый виски. Юра, ну вот смотри, когда я пришел в двенадцатом году, там линейка Балвини была достаточно скромная. Там было буквально пять-шесть бутылок, которые там поставлялись, продавались. Это был двенадцатилетний Double Wood тогда, пятнадцатилетний Single Barrel, был семнадцатилетний Pitted Kask, двадцатилетний Port Wood, тридцатилетний, и появлялся тогда сорокалетний впервые. За последние, вот там пять-шесть лет, появилась целая линейка Single Barrel, и я считаю, что вот тут стоят представители, и пятнадцатилетний Single Barrel, который новый Хересный, и двадцатилетний Single Barrel, это прекрасные сорта, как-то я не могу сказать, что это ухудшилось. Появилась безумная линейка танов, и у которых очень высокие оценки, и опять же, я считаю, что это украшения, и коллекции, и всего. Появились очень дорогие сорта, такие как линейка Compendium, там наборы отдельные, бутылки. Появились разные совершенно, пятидесятилетние, и я считаю, что, ну, если говорить про балование, то тут как бы появилось как раз-таки где разгуляться, и сказать, что там появились какое-то упрощение, что-то я не могу. Ну, вот ты сейчас… Я не сейчас говорю, не как амбассадор, а вот, ну, там… Микл Тикабаси, как человек. Ты сейчас своим ответом, которые мы, в общем-то, наши беседы с тобой плавные, без подготовки, и ты сейчас своим ответом… Да, Юрий да. Ты сейчас своим ответом… Омене дал вопрос. Ты сейчас своим ответом, предвосхитил очень многие мои вопросы. У нас сегодня вопросы и о Новый Эйчстейтмен, Балмине, да, грандиознейшим из них является там, причем, 14.01. Последующие, менее яркие, думаю, ты не будешь возражать все же, да, Но это объективно Опять же, это та же история Как про, опять же, возвращаясь То, что было раньше, было вкуснее То, что есть сегодня, менее Ну вот, посмотрим Посмотрим, сколько сегодняшней Версии, которая есть сегодня в продаже в России Встретимся с тобой через 5 лет И посмотрим, сколько это будет стоить Как это будет оценивать Я чувствую, я за это время посидею И, наверное, все здоровье отдам Работе виски-блогера За 5 лет Да, 5 лет пролетел, на самом деле, очень быстро Твои 7 лет, кстати, быстро пролетели Да, как один день И действительно, я смотрю, у меня выросли дети Мне кажется, что вот только Я пришел, только начал И мне все кажется, что я где-то в начале пути Только я там что-то изучаю, что-то пробую Что-то узнаю новое Я учусь А на самом деле ты смотришь назад и понимаешь, что это уже 7 лет У меня вот такой вопрос Дим, скажи Ты сейчас занимаешься в компании прямыми продажами Просто я к чему спрашиваю У нас вышел буквально недавно выпуск Посвященный виски-подаркам И я говорил о том, что, в общем-то, нужно Если у тебя есть возможность То обратись к квалифицированным людям Которые помогут тебе подобрать правильный подарок Вот у меня в связи с этим вопрос Как часто вообще к тебе обращаются С просьбой Что-нибудь посоветуй И всегда ли твой ответ однозначен Или ты все-таки Имеешь возможность Немножко расширять людям горизонты Отходя от одного бренда Или ты просто, скажем так, дипломатично Говоришь им Что Обходя Скажем так Если ты Не можешь порекомендовать что-то Из линейки своего бренда Ты понимаешь, что это есть в другом бренде То есть как Скажи, расскажи Как ты поступаешь На самом деле все очень просто Смотрю Какие есть истории Запросы есть Запросы поступают И там Это могут быть Люди, которые посещали какие-то обучения Где я проводил какие-то дегустации Видели меня, знают Они звонят Просят совет Вот Естественно Почему? Потому что на каждом мероприятии Я там какие-то свои контакты оставляю Будет любой вопрос по балдине Звоните Вот Прямыми продажами напрямую То есть как магазин Я не занимаюсь Потому что я работаю в другой компании Это представительство Вильям Гранд в России У нас есть наш импортер Дистрибьютор Компания Белуга Это, по-разному Белуга водка И там Беленькая Они занимаются продажами У них есть потрясающая сеть магазинов Винлапы Там, где можно пить балвине Вопрос Когда люди звонят Естественно Они в большинстве случаев Звонят Чтобы Интересуются Где, как Какой балвине я хочу Потому что они знают Как человек У меня балвине Бывают люди Которые уже более плотно знают меня Они понимают Что я работаю в компании И бренд принадлежит Балвине компании Вильям Гранден Санс Они понимают Что там есть Более широкий ассортимент брендов Куда входит Глинфиди К Манки Шолдер И конечно Когда люди звонят Спрашивают Я спрашиваю Для чего Что вам нужно Подарок Я интересуюсь вообще Для кого Для чего Ценовой диапазон Я думаю Ты это все прекрасно знаешь Я прекрасно знаю И конечно Когда человек говорит Дима Нам было Ну бывают Не очень опытные люди Которые могут быть До конца Не понимают Цен Например Да Мне там Проходитель дал Визитку Я помощница Вот нам надо Купить какие-то Которопоративные подарки Желательно Балвине За 2000 рублей Я говорю Это Либо будут Миниатюрки Либо Либо Полуразмерные Бутуки То это надо смотреть Не знаю В сторону Какого-нибудь Другого бренда Например Monkey Shoulder Да Вот И опять же В зависимости от количества И задач этих людей Я их направляю По разным Инстанциям Я могу направить В магазин Могу направить В бутик Бывают люди И очень часто Даже не из Москвы Потому что Есть проблемы Например С какими-то редкими Сортами В регион Да И люди звонят Мне Потому что Они меня видели В регионе И спрашивают Где в регионе То этот контакт Передается Регионами Ты сказал сейчас Что линейка Расширилась То есть Появились новые 15-летние Шерри Сингл Парли И не просто Расширить Бутылка Сейчас Это 40-летний 50-летнего Уже Наверное Нет В России Сейчас В данный момент 50-летнего Нет Но Привезут У нас будет Новый релиз 50-летнего Марьяж А-09-62 Там Очень интересная История Там будет Микс Четырех Разных Бочек Возрастом Более 50 лет И не просто Микс А есть Четкое Описание Какие-то Бочки В какой Пропорции Они Соединены В этом Прекрасном Виске Вот Это Кстати Отличительная Черта Балвини И вообще Компании Наверное Фокус На Балвине Компании Гранц О том Чтобы максимально Транспарентную Информацию Предоставлять Получается Так Что Каждая Этикетка Она В общем-то Пестрит Чуть ли не Не только Перечислением Типов Бочек Но еще И Цифровым Обозначением Бочек Номера Бочек Цифровым Скажи Это в каком Это В реестре Компании Эти Можно найти Совершенно Свободная Открытая Информация Да Но при Всей Открытости Этой Информации Компания Достаточно Замкнута В плане Продажи Своих Спиртов Почти Не продает Ничего Негациантам Только В виде Тиспунинга Бернсайд Правильно? Да Молодого Прокомментируют Получается Максимальная Информация На бутылках Но при этом Негациантам Ничего не продается Почему? Чтобы они Никоим образом Не могли Дискредитировать Какую-то Политику Компаний Допустим По выдержке Или еще что-то Как ты думаешь? Ну давай Про ассортимент Первым делом Ассортимент Расширился Но Это не какое-то Необдуманное Расширение Ассортимент Упорядочился То есть Появились Разные линейки То что сейчас Здесь стоит Все в перемешку Это Краски Это отражение Возможно Старого ассортимента Когда у тебя В одном ассортименте Был И дабл вуд 40 градусный До выдержанный И следом Шел Сингл баррель 15-летний Бурбоновый Крепкий Почти 48 градусов Дальше шел Питат каск Дымный Понимаешь, да? И вот если человеку Которому понравился Дымный он Относительно Дымный Согласись Что если человеку Понравился Очень комфортный Дабл вуд 12 лет И он приходил В обычный магазин И там покупал Сингл баррель 15 лет Который крепкий Обывателя Это могло бы Оттолкнуть Как минимум А уж если С дымком 17-летний То уж тем более Человек ждал Чего-то понятного Поэтому появились Разные линейки Появилась линейка До выдержанных сортов Дабл вуд Карибен Каск Дабл вуд 17 Порт вуд До выдержка 40-43 градуса Комфортный Изи дриннг Понимаешь? Это то, что вот пить Виски Румс Виски Бутики Специалисты Пожалуйста Из одной бутылки 15-летнего сингл баррель Появился набор Сингл баррель 12-летний Вот он здесь стоит Фёст фил Бурбоновый А что будет с вашим Виски Если хересная бочка Вот, пожалуйста Нетрадиционная бочка Для Балвини Старая Однобочковая Пожалуйста 25 То есть Появилась линейка Для ценителей Как ты смотришь На то, чтобы Вообще что-нибудь Попробовать Потому что Ну, в общем Уверен Вы уже 10 минут Ждёте Но когда же Когда же Они что-нибудь Откупорят Вообще Мы планировали Открыть сороковку Да, давайте Вот Но Я думаю Давайте откроем Тан Балвини Тан Сейчас Дима Поподробно Пока я открываю бутылку Дима подробно Расскажет Вообще Что из себя Представляет Тан 1401 И Именно Пятый батч Который мы пробуем Так Ну История следующая История названия Часто Звонят люди Которые спрашивают Говорят Дмитрий Говорит Мы слышали У вас В компании Есть винтаж 1401 года Я вас расстрою У нас К сожалению Винтажа 1401 года Нет 1401 Это просто номер Порядковый номер Женильного чана Там По-английски Это Женильный чан И в этом женильном чане Под номером 1401 Наш Маэстро Дэвид Стюарт Молтмастер Винокорни Проводил свои Эксперименты По женильбе Старых Редких Сортов Виски Эта история Началась С 2000 Если не ошибаюсь С 2010 Года И Такой виски Сделается Партиями Партия Порядка 2000 литров Почему 2000 литров Потому что Объем женильного чана 2000 литров Этот женильный чан Располагается На старом На самом первом Складе Винокурни Который Сегодня Имеет порядковый Номер 24 Вот Вэйхаус 24 Это как раз Тот самый Первый склад С которого Началась История Винокурни Оболвения И там Находится Женильный чан В котором Дэвид Стюарт Тогда В 2010 Году Первый раз Сделал свою партию И сегодня Самый дорогой Из станов Это первый батч Почему он Самый дорогой Потому что Его во первых Продавали только На винокурни И второе То что Никто не заморачивался Тогда на коллекционировании Его половину Выпили Просто Да Потому что Он стоил Порядка 150 фунтов Продавался только На винокурни И его было Всего лишь Я точно не помню Чуть больше Трех сотен Бутылок И наверное Как сингл И наверное Первый батч Он сегодня Самый дорогой Не только потому Что он вкусный Не только потому Что он первый А еще потому Что он Редкий А ты помнишь Так на вскидку По регионам Как раскидывали Батчи То есть второй Куда бы вам О, это надо смотреть Третий я знаю Точно для Америки Третий По-моему Американский Четвертый Ну про то что Говорит И вот таких партий Батчи Было Девять Батч Девять батч Вот И вот На мысле пробуем Батч под номером Пять На каждой бутылке Указан номер батча Указан На тубе Каждый батч Имеет бочковую крепость В данном случае В этот Женильный чан 1401 Отправили Девять бочек Все бочки Все бочки указаны На этикетке Это Четыре Хересных бочки Они все родом Из 70-х годов Начиная с 70-х С 71-го С 66-го Самый старый Нет, это хересные Это 70-е годы Все И Пять бочек Это Экс Бурбенкаск Бурбоновые бочки Самая старая Из них Это 66-й год Три Из 70-х И самая молодая Единственная бочка Это 91-й год Товарищи Я где-то читал Что В описании Этого виски Не помню Где сейчас уже Что он Шелковисти Любого шелка И Знаете Вот Абсолютно С этим согласен Крепость 50 градусов Я еще не пробовал Но Первый нос Он Настолько Настолько Мягкий Но при этом Очень ароматные Виски Нужно отдать должное Да И мы В первом носе Чувствуем Очень сильные Сухофрукты А Имбирь С имбирем Да Согласен Вот При этом Это совершенно точно Балвини Это сладкие Медовые ароматы И за что любят Балвини Тан Это Очень Комплексная История Тут Никакой Аромат Не выпячивается На передний план И не сбивает Как собственно Дим С любым Виски Который Сделан Руками Мастера Это во-первых И во-вторых Любой В общем-то Такой Серьезный Да Даже Бленд Или серьезный Ватинг Он Свои задачи Как раз И ставит Сделать Что-то такое Что понравится Большинству людей То есть Ну не то чтобы Усреднить Продукт А именно Его Облагородить Сделать Убрать Грани Да Правильно Которые в общем-то Домочковые розливы Они Почему их любят Профессионалы Потому что Они не похожи Да Они не похожи На какой-то усредненный Продукт Мы ищем Что-то новое Этот виски Понравится всем Поэтому собственно Его так быстро И разбирали Вообще Бытует мнение Опять же Ну не по непроверенным Данам Что Балвинетан Как В общем-то Линейка Родился В результате Того Что Часть бочек На складе Ушли Вандерпруф То есть Крепость Ниже 40 градусов И разливать их В виде Однобочковых Уже было Нельзя Был вариант Их Либо Вкупажи Слить Продать Или слить Свои Либо Нужно было В общем-то С чем-то Поженить Но назвать Возрастом Меньше Ну я понимаю Да Что собственно Невыгодно По маркетингу Каким-то Понятиям Поэтому Перед Дэвидом Была Поставлена Определенная Может быть Он ее сам себе Поставил Человек такого уровня Наверное Задачи свыше Не получает Стала такая задача Скажи Как ты думаешь Имеет право на жизнь Дэвидом? Может быть Она и имеет И отчасти Но это Мне сложно говорить Потому что Это скорее всего Не очень коммерческая задача Что вы понимали Еще раз повторю Первый батч Который появился Это было Три сотни бутылок Если я не ошибаюсь Триста 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 Бутылок Вы понимаете Что для Большого бизнеса Коим является Вильям Гранд Конечно Триста Бутылок Это важная вещь Но это явно Не серьезная основа Для его ведения И Как они Рассказывают Мне Что Идея Этого Баттинга Была Простая Во-первых Это были эксперименты Дэвида Стюарта По женитьбе Разных сортов Виски В разных сортов Древесины На разном возрасте То есть Дэвид Стюарт Он пионеровал В области До выдержки Как разные типы бочек Влияют На аромат Вкус спирта И он пошел дальше То есть Как Одна и та же бочка Одного и того же напитка На разных возрастах Дает разный аромат И вот В одном напитке Сочетать В том числе Не просто Разные типы бочек Но и разный тип Одинаковые типы бочек На разных возрастах Это был первый посыл Экспериментов Второй посыл Был совершенно Понятный для ценителям Возникал Все больше и больше Интерес К посещению Винокурни А в прошлом году Тур на винокурни Баллини Получил Айкону Фиски Лучший тур Вот И нам хотелось Чтобы Человек Который добрался До далекого города На северо-стоке Шотландии Мог частичку Чего-то Вкусного Не очень дорогого Увести Был такой запрос И поэтому Первый батч продавался В визитор-центре Как некий Он даже был Немножко проще Упакован У него даже не было Фольги Здесь Была просто Бумажечка Беленькая Приклеена Да Очень примитивно Вот поэтому Многие открывали Ее стоили мрачных денег Вот Так что Сейчас Наверное Кусают локти А сейчас Кусают локти Потому что Даже не представляю Сколько тысяч Она стоит Кстати о деньгах Сейчас За последний год Вот Наверное Только я Насчитал Наверное Три Четыре Статьи Причем Одна из них Под серьезной Редакцией Нашего коллеги Виски Профессионал Одного Статьи Посвященные Бах 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 Нужно сделать паузу Да Статьи Посвященные Виски Коллекционировать И инвестициям Виски Хочу узнать Твое Суждение Об этом Как ты считаешь Это будет Дальше качать Или В какой-то момент Наверное Ближайшие Это все Стагнирует В связи С Достаточно Такой сложной Покупательской Способностью В нашей стране Как ты думаешь Юр Мне Что Давайте так Мне сложно сказать Что будет дальше Прямо предугадать В нашей стране Не в нашей То что я вижу Сегодня Во-первых Все Безумно дорожает Виски Старого Все меньше И меньше Поэтому Он все реже И реже Встречается Поэтому Он все дороже И дороже Это предпосылка К тому Что это будет Все развиваться Вторая история Что происходит Сегодня Это то Что все больше И больше Индустрии Односолдовой Виски Развивается Открываются Новые Винокорни Открываются Закрытые Это Большие Инвестиции В этот бизнес И я так понимаю Что эти люди Инвестируют В этот бизнес И понимаю Что этот бизнес Они будут Толкать Вперед А не просто Они инвестируют Сотни миллионов Или Может быть Суммарно Миллиарды В то Что должно Завтра Закрыться Поэтому Я предвижу Что это все Будет развиваться Вопрос Как это будет В нашей стране Не знаю Аукционы Все больше И больше В нашей стране Просто с поправкой На то Что люди Всегда ищут Во что Такое Скажем Крепкое И то Что будет Приносить им Деньги Во что Вложиться Не во что То эфемерное И в отличие От открыток В отличие От книг Виски Во-первых Не требует Особенных Каких-то Сверх Особенных Условий Хранения Даже в отличие От вина И В общем-то Даже В случае Падения Рынка Вы всегда Сможете У камина Открыть Бутылочку И насладиться И нас ждут Еще новые Интересные Открытия То есть Что мы сейчас Видим в индустрии Безумные Какие-то Цены На отдельные Бутылки И Много Стоит вопросов По поводу Некого Доказательства Их Оригинальности Это тоже Важно То есть Когда бутылки Стоили дорогие Скажем Тысячу долларов Никто Сильно Не переживал 20 лет назад Насколько Там у нее История В этой бутылке Правдива А когда Бутылки Начинают Стоит Сотни Тысяч Долларов Тогда У людей Возникают Вопросы В инвестиции В эти дорогие И с этим Связаны Экспертизы Когда Обращаются К тебе Или ко мне И просят Сказать Дмитрий А вы знаете Я в какой-то коллекции Видел бутылку И может быть Я хотел бы ее Приобрести А могли бы мне Сказать Она вообще Могло Такое быть То есть Услуги Виски Экспертов Они будут Востребованы Все больше И больше И по миру И в нашей стране Экспертная оценка Конечно будет Потому что Наверное Какие-то недорогие вещи Когда это было Недорого Коллекционирование Виски Может быть Можно было рискнуть А когда ты уже Инвестируешь А сегодня идет Разговор Именно про инвестиции Да Уже Это другой вопрос Уже нужен эксперт Как тебе? Ну Я не открою Секрет Что Я пробую Виски Не первый раз Кто бы сомневался Да В воле и суде Значит Что я хочу сказать Я не пробовал Первый батч Никогда Все остальные Практически Четырнадцать один Мне кажется Что я пробовал Пятый батч Считается Самым удачным Самым таким Комплексным Округлым Ну Среди Скажем так Со второго по девятого Он здорово развивается Вот Что я хочу сказать Про четырнадцать один Во-первых Это виски Которые запоминаются Ты Когда попробуешь Ты Если получше В бокале Через два-три года И не будет же знать Что там Танк Четырнадцать Ноль один Ты Подумаешь Что там Четырнадцать Ноль один Если нас смотрят Артем Савкин Он не даст соврать Что именно С таким экспериментом Он один раз И подошел ко мне Это была выставка На выставке было Четыреста Прекрасных образцов Выставка сообщества Классик Грамм Он пришел с белым бокалом Без указан И говорит Дим, что здесь? Я говорю Здесь Балвинь И там Четырнадцать один Он сказал Как? Как? Да? Я скажу тебе По секрету Артем Как мне кажется Знал Кому подойти И ты уже сразу Могут догадаться Что наверное Бакаль Ты уже Если он подошел К тебе Ты уже знал Что там Балвинь Ну не факт Кстати говоря Потому что Чем-ли-час Люди подходят И совершенно другое Спрашивают Что ты думаешь Это уже неинтересно Потому что Отгадать из всего Спектра Будет очень сложно Но я с тобой Соглашусь Из вообще Все линейки Наверное Балвинь И там Узнаваем сразу Во-первых Я бы Сразу Отличил Его По Вот этой Вот Пыльной Такой немножко Составляющей Сглаженной Old Виски Так пахнет Хороший термин Давайте называйте Пылью Я это называю Простою одну вещью Так пахнет склад Так пахнет На складе С виски Так пахнет На 24 Складе И многие люди Спрашивают Дима А ты пробовал 40 лет Я говорю Пробовал А в чем разница И мне сложно Это писать Парфюмерные ароматы Это надо пробовать И есть Простоя история Что Попробуйте Виски Которые старше Там 30-35 лет На мой взгляд То есть ты хотя бы раз в жизни Попробуешь Виски старше 30-35 лет Старые виски И тебе даже Нальют другой винокурни Через спустя 5 лет Порцию Старого виски Ты попробуешь Понюхаешь Ты скажешь Я может быть не знаю Что это за винокурни Что это за релиз Но я могу сказать Одно точно Что это старые виски Вот этот аромат Который присущ Только старым сортам Ну на самом деле Это бочковая крепость У каждого батча Балвини Своя крепость Здесь у нас 50.1 ABV Этот виски Не редуцируется водой У всех бочек Своя крепость Поэтому у каждого батча Тоже получается Своя крепость Мне кажется Редуцировать его водой Было бы форменным вздевательством Ну Я не знаю Как бы Я редко это делаю Но вот здесь Виски Хоть несмотря на его 50 Он такой Очень Изи-дринка был Очень И очень На самом деле Одной Из задач Вообще Которую мы Ставим Когда снимаем Свои выпуски Это заинтриговать Поэтому Мы Открываем Интересные бутылки Нам совсем Не жалко Это делать Тем более В такой хорошей компании Хоть и виски Это напиток эгоиста Но С людьми Которые в этом разбираются С ними Это приятно делать У меня к тебе Еще один был вопрос Расскажи Вот сейчас есть Очень интересная линейка Балвини 15 лет Шерри Каск Вообще Сейчас На виски базе Я думаю Все уже знают Все знают Наверное Что больше всего Релизов на виски базе У Балвини Да Замучаешься Замучаешься колесико Крутить на мышке До конца Чтобы дойти 15-летние Синглбаррели Которые были Собственно Бурбоновые 15-летние Теперь Шерри 25-летние Бурбоновые Масса релизов Около 2000 Релизов Которые Описаны И это все Не Черкаша Написал Это все Люди Мир пишет Мир пишет Да Так вот У меня к тебе вопрос Скажи Если мы возьмем 4 бутылки Шерри Каск Синглбара 15-ки Поставим Так вот в ряд Слепую Желательно Мы В этих бокалах В общем Найдем Отличие Или Это виски Все-таки Будет Или Это больше Маркетинговая История Совершенно Точно Если вы возьмете Разные Синглбаррели Особенно 15-шерри Каск Чем больше Возраст Тем больше Чувствуются Отличия Если берите 15-летний Либо 25-летний Синглбаррели Ты наливаешь Образцы И каждая бочка Отличается Да Дэвид Стюарт Пытается Подбирать Которые Самые медовые Самые вкусные Необычные Но 15-летнего В год 25-летнего От силы 10 Это на весь мир? Это на весь мир Это не на Россию Но нам только в Россию Четыре разных бочки Мы думаем Что мы пытаемся Миксовать И это же Ни одной поставкой Все приходит Разными поставками Приходят импортером Это здорово Мне кажется Я может быть Четырех Синглбаррелей Не помню Порядка трех Помню Вот День назад У меня оставалось 50 миллилитров В двух бутылках Из разных бочек И мы с моим коллегой Андреем Довицем Продегустировали И совершенно Потрясающая разница То есть Это на вкус На аромат Это очень отличается Это не нужно быть Каким-то супер Изысканным Специалистом А уж Если ты разбираешься В виски То это просто Тебя обескураживает Да Они сладкие Да Они бедовые Они хересные Но они совершенно разные Это очень здорово Так что Возможно Это связано С тем Что на виски базе Тысячи фанатов Которые заполняют Тысячи разных Ты знаешь Я знал Что мы с тобой Сегодня будем долго Во-первых У нас виски Такой не пятиминутный С ним нужно сидеть Определенное время Чтобы получить удовольствие И Знал Что мы с тобой Не 10 минут И даже не 15 Проговорим Но мне кажется Что мы с тобой Уже наверное Минут 40 общаемся И я не уверен Что мы вообще Захотим Эту Беседу Резать И клеить Вот Я бы честно говоря Ее всю В эфир Определил Потому что Очень интересно И познавательно У меня есть предложение На самом деле Можно что сделать Просто мы можем Мы тоже не можем Отвлекать ваше внимание Друзья Особенно если у вас нет Бокала еще в руке Что мы вам предлагаем сделать Может быть вы В комментариях Напишите вопросы Побалвения Которые вам Были бы интересны И мы Сделаем вторую серию И туда включим Самые интересные вопросы Которые напишите вы Мы постараемся Найдите ответы Я ответов на все вопросы Не знаю Только учусь Поэтому мы Помучим наших Сотрудников Винокурни Которые многие Работают уже По 60 с лишним лет На заводе Балвини Ты на самом деле Не скромничай Я например Знаю что Дима Усердно ковыряется Вообще Во всех технических Нюансах производства И Каждый Свой Визит В Шотландию Он Обязательно Облазит Все Все самые Заукромные уголки На производстве Залезет в куб Проверит все Внутри И Обязательно Будет в ремзоне Делая Всякие Фотографии Там Интереснейшие Потом устраивает Интереснейшие Викторины Словом Одним из Один из самых Технически Подкованных Аббассадоров Наших Поэтому Спасибо тебе Еще раз За то Что ты Пришел Вот На этом Мы С вами Прощаемся До Скорой встречи Друзья Хорошей вам Дегустации Если у вас Появятся Вопросы Задавайте В комментариях Юрий Саккумулирует И мы Постараемся Ответить По Вопросам Телезрителей Ну И Если Вы Прям Срочные Вопросы Мой Инстаграм Балвини ДЦ Дмитрий Черкашин Welcome Заходите Подписывайтесь И задавайте Вопросы В мессенджере Хорошей дегустации Продолжение следует